Повышаем настроение двойной выгодой. Карта прибыли от банка Уралсип – это высокий процент на остаток, кэшбэк до 3% и бесплатное обслуживание. Уралсип. Перспективы там, где вы. Хотел бы поговорить про торговлю. Недавно просто на новость наткнулся удивительную. Оборот продаж в 22-м году составил более полутора триллионов рублей. Гадаем, да, где такой оборот? Может, в торговом центре европейский, да? Может же бы. Или ТЦ-авиапарк, или, может быть, торговый центр Вегас. Огромное здание. Ребята, это все несерьезно. Такой оборот есть только в одном месте. Та-дам! Оно! Понятно, полтора триллиона делает не эта точка, она максимум миллиардов 300, ну, 500, может быть, делает. Но что я хочу сказать. Маркетплейсы разрывают все. Чтобы вы понимали, у меня в доме одна аптека и два пункта выдачи. Презервативы проще заказать, чем дойти до аптеки. К тому же в аптеке их нельзя примерить и вернуть, а я всегда так делаю. Просто посмотрите, сколько пунктов выдачи на карте. Покажите, пожалуйста. Смотрите, сколько. Начинаешь приближать, их становится больше. Приближаешь еще больше, увеличишь больше. Не кончаются. Но в какой-то момент смотришь, о, немножко осталось. А потом вдруг неожиданно приближаешь. Посмотри, Россия заболела ветрянкой просто. Коронавирус на это смотрит и думает, ё-моё, ты кто? Ты чё так размножаешься? Девочки, кто в этом месяце что-то заказывал на маркетплейсах? Поаплодируйте. Конечно. Маркетплейсы – это женская зависимость, да. И вам все проще и проще тратить деньги. Пока что-то еще там надо в телефоне кликать, на компьютере что-то нажимать. Скоро вам сделают чипы в голову. Просто моргнула, заказала. Будет лежать на диване. Игорь, блин, на 300 тысяч останови меня! Мужики, хотите знать, сколько вы потратите в следующем месяце? Посмотрите в папку «Отложенные товары». Это то, чего нет пока в наличии, но поверь, лошара, ты заплатишь. Жизнь еще хитрый, хитрый, конечно. Что она говорит? «Давай тебе носки закажем!» И ты приходишь на пункт выдачи, там 7 тысяч коробок стоит. И ты думаешь, носки на земле теперь только у меня! Спасибо, дорогая! Открываешь, а там нет твоих носков, там ничего нет твоего, там все для нее. Там плойка для подмышек, расширитель ноздрей, шкафчики для мизинцев, стекла для спины, жидкий фен, твердый гель, люля-лепитель, яйца-фонарь, там все, что... Яйца-фонарь, думаете, нет таких? Покажите! Яйца-фонарик можно заказать, посмотрите, одно ниже другого, все как в учебнике. Можно заказать любое говно, любое в прямом смысле. Итак, покажите, навоз конский, навоз коровий, гранулированный, жидкий, любой, куриный, как будто смотришь на список песен в альбоме Бузовой. Слушайте, этим летом была феноменальная новость. Покажите, пожалуйста. Сотрудники пункта выдачи жалуются на россиян, которые заказывают навоз и не забирают его по две недели. Никаких шуток, просто аплодисменты, а? Это, представляете, насколько задолбала жена, что муж решил поднасрать ей чужими руками. Слушайте, полтора триллиона в год. Вопрос. Хоть кто-нибудь видел, чтобы по Москве ехал грузовик Валдберес? Их нет. А как товары попадают в пункты выдачи? Через землю из ада. А не поэтому в подвалах, там, поближе к хозяину. Я уверен, где-то в магме земли есть матка, которая рандомно производит эти товары. Просто пуль с кофеваркой, колонка-лодка, кошачьи кеды. Да там все это рождается, я уверен, конечно. Но самое удивительное на маркетплейсах это не товары, а отзывы на товары, мои любимые. Вот один из них. Гадал на ваших картах на моего деда, нагадал, что он умрет и оставит мне наследство. Так и случилось. Спасибо. Какая скотина, а? Вот что ответил продавец. Внимание. Огромная благодарность за оценку наших карт. Мы действительно старались сделать карты качественнее и проработали все до мелочей. Такие циничные, даже не замечательно, что они отвечают, да? Можно как-то было бы, не знаю, там с сочувствием написать что-то. Примите наше соболезнование и скидку в 10%. По промокоду Дед из Дед и новую колоду для бабки. Удачи, давайте, давайте. Но мои любимые отзывы это отзывы на перцовый баллончик. Покажите, пожалуйста. Баллончик взорвался в руках, перец отличный, 5 звезд. Перцовка пришла, на кассе залил человек, все нормально, качественно. Перец хороший, залила подругу, она почему-то орет и не видит. Рекомендую. Но есть мой любимый, царь комментарий, покажите. Не проверяйте на себе, все охрененно работает. И по ней прям видно, работает. Мало того, что люди пишут комментарии, они еще фотографии прикладывают к этому. Есть отдел нижнего белья. И там, да-а-а-а. И там женщины оставляют фото. Покажите, пожалуйста. Та-да-а. Это уже не магазин, это филиал порносайта какого-то, а? Только туркам не говорите, а то они из Директа, блин, туда переедут все. Эти, Мустафа, Тиндер, не то. Я вчера целый день перетергивал на артикл 268722. Но самый ад, когда в разделе нижнего белья фотоотзывы оставляют мужчины. Покажите. Сука. Вот про таких мужиков говорят, моя бусинка. Честно, я думаю, что этот джемчуг не в такой ракушке хотел оказаться. Уберите, пожалуйста. Он еще и отзыв отставил. Покажите его отзыв. Купил эти стринги, взади хорошо сидят. Я как учитель русского языка вам скажу, правильно писать не взади, а в жопе. Но это не все. Смотрите, что он еще пишет. Комфортно, но спереди член висит, и все видно, так как он большой у меня. Он не оценил товар, он просто хозяйством похвастался своим. С таким успехом мог что угодно написать вообще. Купил лопату, но у меня-то, блин, подлиннее. Заказал садовый шланг, но мой гибче и прочнее. Польем. Жене купил чугунную сковородку, но у меня потяжелее. Да и жарю получше, че уже. Слушайте, я мог бы долго рассказывать вам про маркетплейса, но мне надо бежать, друзья. У меня навоз на Войковске две недели уже лежит. Надо забирать. Всего хорошего вам! Да, этот сезон реальных пацанов прощальный. Получается все. Легко пришло, легко ушло. Поэтому неудивительно, что их так тянет к земле. Я, Наумова Валентина Васильевна, завещаю своему внуку, Наумову Николаю Александровичу, все свое имущество, а именно дом и прилегающие земли площадью 500 гектаров. Реальные пацаны. Прощальный сезон. С 23 октября. Восемь вечера. Наумовское царство. Премьера на ТНТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин